Добрый день, уважаемые отдыхающие! Посетили мы опять отель Сочи Парк в городе Сочи где находятся олимпийские объекты Видео по этому отелю у меня есть поэтому особо я об отеле рассказывать не буду Вкратце напомню, что на территории находятся 12 больших корпусов в отдельности каждый из которых видно в 10 и в 9 в этом корпусе находится рецепшн как в одном, так и в другом можно заселение произвести и там же можно выселение произвести на территории находятся 5 бассейнов на сегодняшний день у нас 30-е а, прошу прощения сегодня у нас 29-е да, совершенно верно сегодня у нас 29-е октября температура на улице 22 градуса бассейны еще наполнены с водой, но никто уже не купается территория отеля большая народу даже в это время очень много также на территории есть магазины в 11-м корпусе круглосуточный магазин в первом корпусе в который нас как раз в этот раз их заселили находится аптека есть игровые площадки которые добавляют каждый раз вот мы были по весне и сейчас появились новые дополнения, новые площадки новое развлечение для детей также на территории находятся пункты выдачи проката для зимних видов спорта это вот где теннисные корты за ними сбоку возле основной парковки находится пункт выдачи ну сейчас пока еще не сезон хотя на горах уже на самой верхней точке выпал снег кататься пока еще не катаются отель замечательный на данный момент действует скидка получается по оплате мы заплатили за сутки 1300 а за двое суток извиняюсь за двое суток мы заплатили 1302 рубля за двоих человек это с завтраками завтраки довольно-таки неплохие можно что выбрать можно поесть но единственное очень много народу приходится толкаться поэтому приходить лучше всего либо пораньше либо ближе к закрытию завтраки с 7 до 11 часов также очень не понравилось в этот раз это проблема с парковкой проблема в чем выражается не в том что нет мест места есть сделали стоимость парковки в два раза выше по весне она была 200 рублей сейчас сделали 400 рублей это если паркуешься возле корпуса вот как автомобили стоят но заезжая на гостевую площадку вы сразу не сможете с нее выехать не оплатив 300 рублей платите 300 рублей но вам при этом если вы хотите проехать корпус у нас заплатите не 300 а 400 рублей иначе подъехав к вахте чтобы заехать на территорию вы не сможете вам придется возвращаться лишняя ненужная беготня опять же это моменты такие ну которые портят настроение поэтому лучше сразу на рецепшене переспросить и избежать вот этого нюанса а в целом все хорошо в номерах чисто убрано светленько полотенца чистые ванные комнаты чистые территория облагорожена отдыхать одно удовольствие по центральной аллее здесь находятся кафешки кафе Малина это кондитерское кафе кафе Бамбук это грузинская кухня также есть роллы это то что находится на территории можно выйти рядом с территорией тоже много разных мест где можно покушать пообедать а там уж все зависит от вашего пожелания что вы выберете ну еще раз повторюсь 29 октября народу много на улице тепло вечером прохладно вечером уже с гор навевает прохладу а днем замечательно даже можно позагорать потом пройдемся на пляж посмотрим насколько я знаю люди там купаются с детьми здесь одно раздолье территория огорожена охраняется поэтому очень много людей отдыхает с детьми в девятом корпусе на рецепшен слева и справа сидят представители библиоглобус и через них можно приобрести билеты со скидкой на все экскурсии также на все аттракционы в Сочи парк в Олимпийский парк здесь со скидкой получается жить проживающие на территории отеля забиты все в базу и от этого у всех проживающих есть скидка так что заказывать можно на месте заселили в первый корпус второй этаж 212 номер вот такой вот номер номера стандартные это схема расположения по левому крылу а в правом крыле она просто зеркальная ничего лишнего фен есть сушилка электро стул две кровати светильники точечные светильники здесь полная информация по отелю телефон телевизор чайник холодильник светильники и вот такой вот вид много людей много людей расширили расширили пункт проката велосипедов электрокаров самокатов скейтов вот прайс-лист что сколько стоит режим работы с 9 до 9 карта ключ карта не является документом поэтому здесь оформляют либо на паспорт либо на водительское заселение либо как написано любой другой документ с вашей фотографией это территория отеля по корпусам где как все расположено и вот нарисованы маршруты движения протяженность маршрутов маршруты здоровья называется для людей которые предпочитают много двигаться на свежем воздухе можно не выходя за территорию пройтись маршрут номер 1 965 метров маршрут 2 1329 метров и маршрут 3 это в месте 2294 метра для пожилых людей замечательная прогулка на свежем воздухе также территория здоровья сочи парк отель информация для людей это все на выходе из отеля в сторону сочи парка аттракционов набережная люди гуляют катаются загорают и купаются 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 немного людей но тем не менее купаются а солнце хорошо греет сегодня плюс 22 отель редисон написан наверху и понравилось стоит на площадке вертолет кто-то прилетел отдыхать на собственном вертолете площадка не подготовлена поэтому вертолет не отеля а кого-то из отдыхающих шикарно хорошо что люди могут себе такое позволить а вот ресторан 56 42 здесь бургерия гриль готовят большие бургеры сейчас зайдем закажем покажу какой большой бургер рядом с редисоном если с набережной то с правой стороны вот такой бургер двойной это конечно не самый здоровый но очень вкусный и сочный а название ресторана это 5642 высота название ресторана ну и морс такой взяли брусничный натуральный сами готовят вкусно прокатились на таком электрокаре горяченька на них нету стоимость небольшая от 200 рублей и выше теннисные корты очень много сейчас отдыхают детей группами приезжают разные спортивные организации на горах уже снег выпал здесь вот возле теннисных кортов где я говорил возле центральной парковки вот сервис лыж и сноубордов ремонт дальше вот прокат спортивного снаряжения раз два три три вот этих вагончика это в зимнее время дают на прокат лыжи сноуборды и отсюда уже автобусы ходят на красную поляну можно уехать и подняться покататься получается дешевле чем уже на той самой красной поляне арендовать жилье и арендовать оборудование ну приехали отдохнули два дня пробежали очень быстро поэтому собираемся домой питание здесь завтраки у нас были включены дополнительно можно оплатить обеды и ужины по 300 рублей с человека дешево но сердито мое мнение лучше не оплачивать а сходить где-нибудь даже на этой же территории в том же кафе бамбук покушать вкусный плов или пойти на набережную и там пообедать там большой выбор ресторанчиков так что вроде бы всю информацию собрал а и по вайфаю спрашивали как здесь вайфая вайфай бесплатный на всей территории скорость хорошая пароль для входа дают написанный на конверте вместе с ключами при заселении на этом все всего вам доброго до новых встреч Продолжение следует...